Сегодня утром двери общественной приемной движения Донецкая Республика были открыты для харцезян, имеющих какие-либо коммунальные проблемы. Выслушать, ответить и попытаться оказать содействие со своей стороны готовы были представители Министерства строительства и ЖКХ. Подробнее в нашем первом сюжете выпуска. Желающих рассказать о своих коммунальных проблемах сегодня оказалось немного. Одной из тех, кто обратился к представителям Мин ЖКХ, была иловойчанка Тамара Петровна. На протяжении последних нескольких лет женщину волнует довольно острый вопрос. В результате боевых действий в 2014 году ее жилье серьезно пострадало. Оказавшись несколько лет назад без крова над головой, и по сей день Тамара Петровна вынуждена схитаться по съемным квартирам. Восстановят ли дом и как быть дальше? Представители Министерства не оставили вопрос без внимания. Сегодня человек не знал, что существует маневренное жилье, разрушен дом, негде жить человеку. Мы предложили обратиться в местную администрацию, для того, чтобы выделили из маневренного фонда временное жилье, где человек сможет проживать, скажем так, бесплатно, не платя за аренду жилья. Посетила сегодня общественную приемную и харцизянка Лидия Григорьевна, которая обеспокоена состоянием кровли в ее доме. Присутствующий на приеме директор службы единого заказчика Евгений Смирнов уверил женщину, что поводов для переживаний нет. Ремонт крыши в ее многоэтажке, согласно плану, намечен на третий квартал. А это значит, что до 1 октября проблема будет решена. Люди не всегда знают, куда нужно обратиться, они не понимают механизма обращения, поэтому мы всегда часто им подсказываем о том, куда можно обратиться, какими способами можно достичь результата. Как правило, нужно в первую очередь обратиться в местную администрацию со своей проблемой. Если же местная администрация по каким-то причинам не помогает людям, тогда нужно писать обращение выше, там, в Минстрой, как бы есть еще, скажем так, практика, пишут на главу. Поэтому все вопросы, связанные там с той либо иной бедой у человека, ставятся на контроль, и мы тогда контролируем местную администрацию до выполнения тех или иных обязательств. Продолжение следует...